И также, братья, здесь о том, что не нужно быть ни в коем случае поспешным, братья, в суде, в людей. Когда ты судишь кого-то, ни в коем случае не будь поспешным. Смотри на его плюсы, когда ты судишь. Не когда ты предостерегаешь от кого-то, потому что некоторые, когда ты предостерегаешь, братья, от заблудшего, говорят, брат, почему ты не упоминаешь его хорошие качества. Нет, братья. Здесь, в таком случае, это является заблуждением, как это сказал шейх Абнубаз и братья, шейх Альбании, ученые, иду в них. То, что вот это муазанат, называют манхаджу муазанат, нельзя, братья. Говоря, когда ты предостерегаешь от кого-то, говорить, он сделал так-то, он сделал так-то, но да, он молится, он это сделал, он садака дает. Почему? Потому что ты дискредитируешь свое опровержение на него. Потому что, когда люди слышат, он, Субханна, говорит, что Аллах, Субханна, нет рук. Аллах, Субханна, говорит, что он милостивый, а этот человек говорит, что он не милостивый. И ты после этого, если скажешь людям, ну, он зато, Машалла, много садака дает. Валлах, и люди, братья, твою последнюю фразу только запомнили. Ну, он как бы, ну, тоже он садака. Как будто бы первой проблем в этом нету, а второй проблемой. Поэтому, когда предостерегаем, не упоминаем какие-то благие дела. Но если мы хотим судить кого-то, сказать, так, такой-то у нас муптадя или не муптадя, вот тогда мы обязаны вспоминать его благо и вспоминать его, то есть зло, то, что в нем есть, понятно, и тогда мы смотрим. Поэтому вот здесь то же самое. Пророк Алиса сам указывает на это. Когда ты судишь, нет, он же сказал, ля илян Аллах, желая этим ликой Аллаху. Понятно? Барак Аллафикам.